Ее профессиональная деятельность всегда была связана с модой. Работала управляющей в салонах красоты, участвовала в фэшн-проектах, но всегда при этом увлекалась спортом. После рождения второго ребенка Наталья Макарова вернулась в спортзал, чтобы привести себя в форму. И втянулась настолько, что стала выступать в турнирах по фитнес-бикини, доказав тем самым, что спортивная карьера может начаться и после 35-ти. Я вообще с детства мечтала об этом виде спорта, и в 15 лет я пошла в тренажерный зал. Были обычные покрашенные стены, и было просто железо, когда мы, ну вот называют у нас в нашем виде спорта, ни кетлер там, ни какой там фирмы, ни с мягкими подголовниками с удобными. И их было, конечно, очень мало. Не было, как сейчас у нас, много клубов, очень много программ, очень много спортивного питания. Раньше, конечно, это все был дефицит, и прогресса, конечно, такого не было. Фитнес-бикини вообще возникла, глядя на девочек-моделей. Высокие, красивые девочки, стройные, но при этом они должны быть потянутые. Как приходят девочки одни, через полгода они уже становятся вообще другие, и они становятся рельефные, они становятся красивые, они умеют себя показывать, и их можно уже выпускать на сцену. Когда ты выходишь на сцену, ты не просто туда выходишь, то есть есть определенные параметры, есть по федерации определенная постановка рук, головы, тела, работают все группы мышц. Это позирование, это работа еще с одним тренером. И идет работа над луком, с визажистом, стилистом, придумываем купальник, подбираем стразы. Это где-то мы делаем за месяц примерно, до соревнований. Это, конечно, очень большой труд. Труд это однозначно. Это выдержка, конечно же, выдержка и физическая, и моральная, и психологическая. Потому что сначала тело у тебя пугается, ты поднимаешь большие веса, то есть ты делаешь с большими весами, потом ты перед соревнованиями переходишь на маленькие веса. Сначала ты много кушаешь, потом ты кушаешь мало. Потом у нас есть такое понятие, ходишь на сушку перед соревнованиями. Не надо этого бояться, но это труд. По силам это не сказать, что перед соревнованиями становится больше тренировок. То есть там немножко другого характера тренировки. Там больше аэробные нагрузки, чуть-чуть другая диета, то есть чуть поменьше водички за несколько дней до соревнований. То есть такие моменты. А так в целом, вообще период делится на период, когда набираем глубокую мышечную массу и на период сушки. Они оба разные, оба в своих особенностях, поэтому какой из них тяжелее, кому-то дается тяжелее масса, кому-то тяжелее дается сушка. Это очень индивидуально. До день до соревнований я не сплю всю ночь. Я волнуюсь, переживаю, как будто еду на экзамен, сдавать экзамены. И это настолько как бы волнительно и настолько очень все серьезно. Пошив купальников, вот эти стразы, потом вот этот грим, когда ты смотришь на себя, вот этот профессиональный макияж, то есть прическу делаешь. Нет, это очень все прям завораживающе. Все мы люди, и это не значит, что у соревновающихся атлетов они прям вот всю жизнь, все круглогодично, они лишения. У нас есть определенные периоды, где, да, себя нужно ограничивать, есть периоды, где ты можешь расслабиться, что-то себе позволить. Того же вина, немножко тортика, понюхать его чуть-чуть. Я призываю просто женщин и девушек после 35 вообще заниматься фитнес-бикини. Это очень красиво, когда вы выходите на сцену в этом возрасте. Это просто красиво, это смотрится очень эффектно. Во-первых, когда выходят девочки, они девочки, по ним видно, что им 20 лет, они такие еще молоденькие, взгляды у них такие. И когда выходят уже после 35 девушки, да, уже мастера, бикини-мастера, у них даже взгляд другой. То есть они себя несут на сцене по-другому, уже более осознанно, более серьезно. Я просто рекомендую всем заниматься после 35 вообще этим видом спорта.